здравствуйте дорогие друзья с вами вновь анатолий пиксаев с очередным видео уроком по аэродизайну сегодня мы с вами сделаем вот такую вот круглую фото зону на обруче и сейчас я вам буду все по порядку показывать начинает изготовление каркаса но прежде всего хочу попросить вас чтобы не жадничали ставили лайки если не нравится ставьте дизлайки пишите комментарии любая активность помогает нашему каналу продвигаться соответственно у меня появляется стимул снимать для вас новые видео уроки и так сейчас на своих экранах вы видите те материалы которые нам понадобятся и далее как обычно все по порядку покажу для изготовления каркаса я использую металлопластиковую водопроводную трубу диаметром 20 миллиметров длина трубы 7 метров прежде чем разворачивать трубу я ее покрашу аэрозольной краской цвета хром удобнее экономнее это сделать пока еще труба свернута небольшими кольцами после того как краска высохнет выгнул трубу в большое кольцо диаметром 2 метра 20 сантиметров в качестве основания я обычно использую лдсп примерно размер 50 на 70 сантиметров прикручиваю трубу саморезами к подошве обратите внимание что два конца трубы я прикручиваю не встык а внахлёст это даст наибольшую устойчивость к кольцу оплетать конструкцию я буду в технике органик баллон то есть разнокалиберной гирляндой из белых шаров и шаров серебро хром размеры которые я использую 27 дюймов 18 дюймов 12 дюймов 10 дюймов и 5 дюймов калибрую шары на глаз поскольку 10 дюймовые шары имеют более вытянутую форму то после надувания я их немного сплющиваю чтобы они стали более круглыми связываю шары разного размера в кластеры по 2 по 3 и по 4 шара используя ленту для шаров я плету разнокалиберную гирлянду а Субтитры сделал DimaTorzok Готовую гирлянду я насаживаю на каркас, перекручивая некоторые шары, чтобы надежно зафиксировать ее на кольце. Самые крупные шары я подвязываю после того, как гирлянда уже смонтирована на каркас. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как привязал большие шары, смотрю, куда еще нужно добавить шариков. Для того, чтобы добавить шары к гирлянде, использую ШДМ, которым связываю между собой кластеры или отдельные шары и вставляю на растяжку в гирлянду. При этом шары на резинке легко оттягиваются и можно без проблем передвинуть их в нужное место. В правой части кольца я расположил гирлянду длиной 3,5 метра. И для завершения композиции сделаю еще 1,5 метра гирлянды слева внизу. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как все гирлянды на месте, смотрю, куда еще добавить серебристых или белых шаров. Ну что, друзья, как вы сами убедились, такая фотозона делается достаточно просто и имеет невысокую себестоимость. Берите, применяйте, используйте, зарабатывайте. С вами был Анатолий Пиксаев. Делайте со мной, делайте как я, делайте лучше меня. До новых встреч!